Уникальность парка заключается в том, что в проект его создания было заложено с самого начала понятие равновесия. То есть можно выбирать между, с одной стороны, возможностью наслаждаться природными ландшафтами, а с другой – активным отдыхом. Вот и по словам мэра Таллина Михаила Кылварта, который стоял у истоков проекта, здесь каждому найдется занятие по душе, вне зависимости от возраста. Бабушки обсудят новости на скамеечках, в тенистых уголках парка, внуки и молодые гости оценят различные игровые спортивные площадки, прогулочные тропинки, велодорожки. Любители животных порадуются наличию специальных площадок для выгула собак. Ну а те, для кого важнее всего красота нетронутой природы, найдут здесь массу романтических уголков. Мы достаточно долго шли к осуществлению задуманного, но в итоге, мне кажется, уже нет смысла описывать этот парк. Надо приходить и смотреть. Я уверен, что для всех таллинцев это будет особенное место для времяпрепровождения, для занятий спортом и просто для того, чтобы быть ближе к природе. Таллинн – уникальный зеленый город, где, не покидая пределов города, можно оказаться действительно на природе. Для нас это, конечно, еще один шаг на пути к созданию Лосномяйского зеленого коридора, который протянется от парка Кадриорг и до речки Пирита. И это повод задуматься о том, какой же будет следующий шаг. В парке также построена крупнейшая в странах Балтии спортивная игровая зона площадью более чем 5 гектаров. Общая протяженность беговых и пешеходных дорожек, а также лесных троп парка – 10 километров, а отдельных велодорожек – около 2,5 километров. У нас сильные нужды у роллеров. У нас нет места, где нам проводить тренировки в дождливую погоду. У нас нет вообще как бы отдельного места, где можно было бы этим заняться видом спорта. Но это решает наши все проблемы. Спасибо большое городу. Отличный парк. Мы немножко были в курсе, немножко предполагали, что будет на современном уровне, европейском, наверное. Я просто не видела другие парки. Ну, здорово. Я сама тут живу. Мы наблюдали, какой здесь был заброшенный участок раньше. А вообще большое спасибо за такой парк. Очень здорово. Парк очень хороший. Мне понравились больше всего огромные площадки и вамберинт. И что ты там делал? Я вамберинт и выбираю сам выход. Когда заходила только речь о создании парка, то тут же стали раздаваться возгласы, дескать, его строительство нанесет непоправимый урон природе. А между тем, при строительстве была сохранена природная часть парка, на которую приходится примерно 85% всей его площади. Здорово придумано то, что зоны активного отдыха распределены посреди растущего леса, причем таким образом, чтобы они не оказывали влияния на замечательные и очень разнообразные растения. Сохранен лес и небольшие водоемы, где так приятно посидеть в тиши. Чтобы убедиться во всем этом, достаточно обязательно найти свободное время и прогуляться по парку, причем выделите на это много времени. Парк поражает размерами, да и бродить по его дорожкам и аллеям хочется не в ритме стремительной городской жизни. И все-таки все это довольно сложно передать словами. Стоит прийти и убедиться воочию, так что смело назначайте встречи в парке Тон-Дираба. Не пожалеете. Ведь не зря, говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Открытию подобного парка обрадовалась также и погода, которая в последнее время очень сильно капризничала. Но Таллинн не собирается останавливаться на достигнутом, и столицу ждут новые концептуальные парки. Так что, как говорится, все только начинается. Сергей Овченков, Андрес Лайго. Новости Таллина. Поямо варени are сутки 해외я на расположения в сосед eyes. Продолжение следует... Продолжение следует. Amongst. Время камеру. Продолжение следует... Продолжение следует...